Сегодня 4 апреля 2018 года. Голова видать это Володя ждут когда Игорь подъедет Дыбунов поехать на работу. Надежда Васильевна к очередной кабинет врачам. Володя наверное думает ко мне зайти, а у меня закрыто. Тоже ко мне идет. Тут закрыто. Буду стущаться или нет? Нет. Я идет она, я молимся, благословилась. Ничего не забыла? Нет. Ну, выше на улице, а память срабатывает, как на второй части ракеты. Стучится. Кто? А говорит тихо, ничего не слышно. Тем более я такой слабослышащий. Кто? Никого нету. Она начинает так громко. Кто? Жена Надежда. Иди не лукавый, не обманывай, лукавый. Моя жена пошла в храм молиться. Видишь, подделал ее голос. Но она стоит там смеется. Запусти, я там забыла что-то. Не обманывай, сатана. Мы только помолились, все вокруг осмотрела. Я спросил, не забыла ли чего? Нет, не забыла. Еще раз смотрю, у тебя память там где-то на колесе включается. Ну. У меня сейчас все-таки звонит, кому-то говорит. Вот она столько денег прозванивает. В день, может быть, раз в 10 звонит. А я за 10 лет, может, два раза позвонил. Когда машина застряла, ниоткуда помощи нет. Вообще не звоню, никогда. Никаких комментариев не даю. А зачем? У нас такой материал выставлен, а там на полосвета хватит. Даже больше. Какая мне нужда туда лезть и к ним? Вот сейчас. Они сейчас сделают. Вот видно, где у нас храм заходить. Вот это туманит все. Вот сейчас они пойдут дальше, видать. Вот так вот только выходят. Вот так вот видно на нашей лестнице. Голубям лезьте. Ну, а там подойдут по одной. И тут уже все. Это забор. Следы, следы, следы. Кто тут был, оставил. Вот так. Что-то, наверное, опять открывать надо. Ну, уехала бы, не открыла. Обошлось. Обошлось. Вот никак не могу привыкнуть. Вот дома, когда достали из-под пола банку. Трехлитровую. Ну, сейчас гости придут, тогда распечатаешь. Нет, я сейчас хочу. Бац, открыла. Один помидор попробовала, бросила. А я не ем. Все, трехлитровая банка закисла, пропала. Прихоти ищет своей нравной. Восстает против всего умного. Я начинаю цитировать Писание. Как мне сейчас говорят, в 1974 году, тут один Михаил Гордеев. Мы тогда уже удивлялись, знание вам Писания. Ну, чего удивлять это? Я день и ночь сижу. Один раз собрались и решили. Ну, тогда не было интернета. А просто так. Давайте вот по Библии будем назвать какое-то предложение там или стих. Вот найдем. А мы по симфонии. Ну, вначале говорить. Пока не симфония листает, я сказал. Глава такая, стих такой. Они воззрелись. Ну, не знаю сколько. Из десяти я один не успел. Там на секунду позже назвал так. Подумал, я в голове как будто листы листаю какие-то. Ветхий, Новый Заветник, канонические книги. Везде попробовали. А при чем тут я? Господь дает. Это его благодать. Господь. Вот. Вроде тоже что-то еще раз. Надежде Васильевне ходит, ей печку топит. А я залу сейчас вынес. Видимо, позвоним. Сейчас ее вытаскивать надо. А скользкая, я говорю, ты ее под руку води. Вот сейчас она пойдет, под руки ее возьмет. Володя. Ну, а мы тут спали, сидим. Вот она. Потому что время-то полдесятого. Видишь, сидит как на этих, на колонках. Я ей шкурку привязал тут, чтобы она сидеть мягко была. Говорят, чем на пенсии заниматься? Действительно, чем? А у меня вперед, ну, на год, на два. Ежедневно расписаны. Вот сейчас экология Алтайского края. Большой, толстый такой. Газеты идет много. Всю перебрал. Нужно я себе вырезал. Про птиц. Я люблю птиц, дверюшек. Все у меня готовится. Ну, спроси, у кого, какой архив газетный есть? А какой архив? Ну, газеты, которые выпускаются в Советском Союзе или в России сейчас. Ну, и сколько? Ну, я посчитал у меня, если так вот она свернута пополам, газета, примерно 13 метров. А что это означает? 750 килограммов. А что это означает? Она означает все газеты, какие совершенно секретно, парламентская, российская. Я имею доступ. И где они не успевают продавать, то Россоюз печать, я у них забираю это. Ну, один раз я только сразу, примерно, 5 тонн газетной продукции отвез на Куета, называется, лагерь в Алтайском крае, к ним. Не с пустыми руками. Я все думаю, Осипов там, Смирнов, Ткачев, будут они этим заниматься? Да никогда. А я каждый день, каждое утро, рано начинает работать типография. Алтайская правда, губернская газета. А я туда иду, а там корпуса. О, восьмиэтажное здание тоже. О-о-о, подъезжает дыбунов. Я пешком иду, рюкзаки наколачиваю газетами, иду, подсчитал. Кажется, за два года я, или за год, не знаю. 3400 километров прошел с полными рюкзаками отходы бумаги. Я там из них делаю мощные тетради, сам переплечек. И несу в прокуратуру, милицию, в детские сады, в школы. школы. Видите, что-то не дождался. Куда он пошел-то? Надежду бросил. А вот она сейчас выходить будет. Вот сколько прочитаю. Бесплатно. В газетах писали об этом. Меня многие видели. Работа. Работа найдена. Чистая бумага. А потом я ее нарезаю с рулонов. Что-то не могу понять, где Надежда. Вот она выходит. Вот она пошла. Володя тут выходит. Вот я сижу дома. Только что сходил сейчас там. Надо накормить голубей, воробьев. Сейчас выставляю новые ролики на неделю вперед. Проповеди. Семь проповедей. Семь. И отдельно жития. Семь житий. От администрации. Там другие выставляют Библия по семь. Архипелаг Гулаг по семь. Гегурея Радиченко по семь. По семь файлов. По семь роликов. Под замок. А я убираю замки, когда что надо. Златоуст. Творение полностью. Двенадцать томов начитанное. Жития. Добротолюбие. Ну, у кого что есть-то? Они мне смешно нападают на меня. Мне некогда даже и глядеть на них, не то что отвечать. Так у нас миллионы просмотров. Семнадцать миллионов просмотров. Говорят, да может не действительно цифра. Да может и не действительно, может никого нету. Откуда мне знать? Ну, цифра показывает, я так и считаю. Семнадцать тысяч подписчиков. Каждый день по сто человек. Ну, откуда мне знать? Показано, что у нас десять тысяч четыреста роликов стоит. А может быть и не столько. Я вручную считал. У меня получалось маленькая, чуть разница в цифрах. Вот сегодня я пятнадцать роликов выставил за раз. Проповеди. Вот все это. Помощники выставляют. Замки только снимаю. Вот она тронулась. Ну и благослови, Господи, благослови. А мне идти сейчас два заказных письма или там посылка или что-то с Австралии. Идти надо. Тоже идти. Вот это все на пенсии. Один день заняты. Весь день заняты. А вечером еще и занятия Сергей Пупков ведет. Надо идти на занятия. Там на все вопросы отвечать. Мне выпала эта доля. Благословенным быть. Вот так. Отвечать на вопросы. Письма пишут. Богу слава. Это событие сегодняшнего дня практически входит.